Привет тебе, сердечный, дорогой мой друг Рашид. Я тебя тоже взаимно приветствую, но я не ожидал, что мы с тобой опять начнем разговор какой-то серьезный. Просто ты прислал опять картину, смотрю, вдохновение есть, мужик еще тот, раз на такие темы рисует. Поэтому я и откликнулся на твою картину сразу. Адам и Ева. Извини, я понял сразу, даже без объяснений. Сразу понял, да, без объяснений? Да, конечно, сразу понял и понял, что тебя еще эта тема волнует. Поэтому я говорил, значит, ты еще мужик. Да, мужик это мужик, но я дам тебе новое толкование, как я понимаю, вот этого соблазнения дьяволом, когда дьявол был. А этот Адам и Ева, дьявол, когда предлагал Еве вкусить плод с древа познания добра и зла, как я понимаю, она сказала, нельзя, отец не верел. А дьявол спрашивает, а знаешь, почему не верел? Она говорит, а почему? А он говорит, станете как он. Вот оно в чем дело. А, это вот твоя интерпретация. Это новая интерпретация. Я-то думал по-другому. Понимаешь? Ты же помнишь историю. Сначала сделали Адама, да? Он бегает, резвится по саду, ни хрена ничего, извиняюсь за выражение, не делает. Все, что надо, тут есть, одежды заботиться не надо, температура комфортная, в общем, жизнь не хочу, да? Живи не хочу, называется. Лень, больше делать нечего. Поэтому он ему и создал женщину, чтобы она его немножко прогревала. А потом, понимаешь, в чем дело, он же настолько разленился, что он уже даже на нее не смотрит. Ну как? Ну надо Виагру дать ему. Вот и яблоко появилось. Это старое название Виагры, понимаешь? Запретный плод, так его раньше называли, сейчас назвали Виагра. Вот моя интерпретация, понимаешь? То, что я увидел у тебя. Твой юмор понимаю, я тоже юморист, я сейчас тебе скажу одну вещь. Но это святые вещи. Дело в том, что, когда Библию люди читают, вот в тех странах, например, где читают, не заостряясь в том, что грех совершен, а наоборот, что человек творец, там меньше преступлений. Вот у нас почему-то, к сожалению, презумпция виновности, что человек виноват, что человек грешен. И там вот на этом, в Библии на этом акцент ставится, что он согрешил. Вопрос-то не в этом. Дело в том, что плод, плод взрыва познания добра и зла предполагает выбор человеку. Либо ты с закрытыми глазами исполнитель, делаешь то, что тебе говорят. Либо ты открываешь глаза и взбираешься на вершину, но труден путь. И там всякие муки, там скрежет зубовный и так далее, и так далее. Вот я имею в виду, что человек, несмотря ни на что, открывает глаза и взбирается на вершины. Ну, вот это вот я так читаю. Это я понял. Это твое сугубо мнение. И, по-моему, на этом твоя школа основана. Ты в эту сторону толкаешь человека. Ну, будем так говорить. Пинаешь его в эту сторону, уже откровенно говоря. Я напоминаю ему, что человек по принципу творец. Созидание. Правильно. Да, но все... Ты же опять ссылку пытаешься. Пытаешься найти разумное и вечное в этих книгах. Я все имею в виду абрамические, да, абрамические учения. И плюс, уходя туда в индуизм и буддизм, ты это пытаешься вывести человека из-под того, что ему предопределено. И он должен вот, или он вожь, или он царь. И другого ему не дано. А ты пытаешься сказать, что, ребятки, вы сами в себя боги, и вы сами можете творить все. Не только плакаться о своей судьбе, но вы можете творить и не только судьбу. Ты понимаешь, ты ведешь против этих всех учений. Ты хочешь открыть дорогу. Это как в буддизме. Бог в себе. Бог не то, что в буддизме, ты знаешь, нету богов. В индуизме есть, в буддизме нету богов. Ты сам в себе человек. Это как наука. Но там нет созидательности. Там говорят, вот спали в эту нирвану, да, и балдей там, извиняюсь за выражение. Русское слово хорошее. И больше тебе ничего не надо. А ты же хочешь, чтобы он не только просто пошел в это. Сейчас, сейчас, Рашид, момент. Это важный момент ты затронул. Рашид, дорогой, дело в том, что когда человек выходит на это нулевое состояние безмятежности, нирвану, чему мы учим в нашей школе, там происходит восстановление. А когда человек восстанавливается, гомеостаз у него, вот эти константы восстанавливаются, так он уже автоматически творец становится. Потому что у него в геноме эта вся эволюция предшествующих поколений, этот потенциал мощнейший, импульс, требует разрядки. Если человек не занимается любимыми делами, не занимается созидательным трудом, а только исполнитель, он болеет. Об этом же речь идет. Я с тобой полностью согласен, но как раз это и противоречит этим мучениям. Понимаешь, там ты можешь отдохнуть, но тебе говорят, отдыхать будешь на том свете, а на этом влачить то существование, которое тебя предопределили. Потому что религию используют как инструмент управления. А ты хочешь наоборот сказать, ребят, не нужно ждать, когда там что-то хорошо будет, надо творить в этом свете, в этом мире. Я так понимаю твое учение. Вот и так ты тоже так же и понимаешь мир. Да, я понимаю, но ты когда ссылки делаешь на абрамические все, я не разделяю сейчас. Там правильно все написано, просто люди не там акценты ставят, притолкование. Ты понимаешь, ты хочешь сказать, ты святей Папы Римского, потому что ты говоришь, ребята, мы вам не запрещаем, вам наоборот показывают. А церковь наоборот, церковь вся, как институт, она не говорит, ты туда не ходи. Потому что Ленин в свое время ее отвязал от государства, сделал ее не элементом политики государства, он отчуждил ее в свое время Ленина. Да, но в то же время они заменили просто один иконостас другим. Понимаешь, да? Понятно. Один иконостас заменили другим иконостасом. Мы с тобой ходили вместо икон там разных богов, да, апостолов, носили портреты членов полетбюро. Вот наши были апостолы. Ты что, не помнишь, что ли? Положили в мавзолею как святые мощи. Да, вот святые, все прям один к одному. Я сейчас объясню, почему так происходит. Сейчас объясню. Ну давай. Даже Маркс говорил о том, как я понимаю Маркс, что все революции происходят, чтобы освободить человеку личное время. Потому что, когда человек находится в подневольном труде, у него нет свободного времени. А человек в переводе это homo sapiens, человек разумный. Какое у него может быть разумное мышление, если у него нет личного времени, если он все время задействован. Маркс так говорил, так я понимаю Маркса, как я понимаю и Библию. Маркс говорил, что все революции для того, чтобы освободить человеку личное время, чтобы он мог думать, а не только быть исполнителем. А я еще предполагаю, почему так все происходит, никак не остановится. Потому что мало ему освободить время, он еще зажат не только тем, что у него нет формального времени свободного, а еще и стрессом, болью, страхами, стереотипами мышления, подражаниями авторитетом и так далее. Вот у него еще есть эго. Поэтому я и говорю, наша школа не человек разумный, а homo futurus, человек будущего. И мы учим людей выходить на нулевое пустотное состояние быстро, чтобы он мог там восстанавливать свои физиологические нормы, константы, гомеостаз. И там открывается его творческий потенциал, и он становится созидателем. От исполнителя в творца. Вот это переход в личностный рост или личностное развитие или трансформация личности. Я так и понимаю, это твоя миссия, поэтому я тебя назвал мессией. Ты опять хочешь донести до народа, что он не может никак в себе осознать, понять и вытащить из себя вот это творческое начало. Я так тебя понимаю, поэтому я и сразу назвал тебя. Ты как мессия. И так же сказал, пускай это будет ирония, но ты знаешь, как все мессии закончили. Я тоже так кончаю, видишь, инвалид. А подожди, это ты хочешь сказать, что вот через 400 лет мы оттуда с тобой сверху посмотрим вниз и скажем, ну мы же были правы, да? В гимнастике уже у нас учебники по физкультуре. Ну вот они, говорю, через 400 лет они донесут твою правду, понимаешь? Они донесут и дети уже наши будут, но они есть человеку еще. А теперь давай я так скажу, ведь ты же идешь против вообще самой природы человека, вот своим мучениям. Я не против природы человека, я за природу. Давай я тебе объясню, почему ты идешь против. Будьте здоровы. Нет, а вот давай я попробую, как я понимаю, почему ты идешь против. Во-первых, все религии это детерминизм. Тебе предназначено быть или, значит, рабом, или царем. Все, и не рыпайся. Выполнишь свой долг, там тебе в очереди постоишь, да? И глядишь, пропустят туда, куда ты хотел. А туда, куда никто не хочет, но все попадают, там без очереди. Я тебе уж, по-моему, объяснял, почему я туда пойду. По одной причине. Не хочу в очереди стоять и не хочу каждый день иметь девственницу, понимаешь? Поэтому лучше там пойду, внизу. Но к чему? Итак, у нас человека создали, как существо, да? С двумя основными инстинктами. Правильно? Первое – выжить. Второе – это воспроизвести себя, который связан с первым. Потому что если хочешь выжить, значит, учитывая, что ты стареешь, тебе нужно новое поколение, которое будет тебя защищать и о тебе заботиться. Поэтому эти оба инстинкта, они связаны. Но инстинкт самовыживания еще подразумевает лень. Потому что если ты ничего не делаешь, да, то у тебя меньше опасности быть съеденным львом или терпись на тебя на стройке упадет или еще что-то. Поэтому естественное желание мужика – лечь и лежать, ничего не делать. Нет, нет. Он ленивый, когда ему предлагают делать нелюбимое дело. Ему не хочется. Вот для этого у тебя в картине есть. Он же не понял. Вот перед ним стоит женщина, дева. Ему все равно нужно в ягру, чтобы на нее обратить внимание, как на женщину. Ты сам вот в своей картине яблок нарисал. Для чего? Чтобы побудить мужика хоть немножко что-то сделать. Понимаешь? У него лень – это естественное. Правильно, женщина может поднять. А женщина – это вот начало. Это и есть начало. Сначала она его на это, а потом она его начнет вместо яблока своей задницы или чем другим водить туда, куда ей надо. Правильно я говорю? Все взрослые, поэтому поймут, да? Иначе мужик будет просто лежать. Он не встанет. Возьми льва, да? У царь природы, говорят. Но ведь лев ни хрена ничего не делает. У него там 8-9 этих самок. Они охотятся. Он же никогда не бегает ни за тех. Они поймают, да. А он придет, самые лучшие куски съест, и потом валяется. Набирает силу, чтобы потом всех их отыметь. 9. Все. Вот царь природы, понимаешь? Вот в нем проявляется вся сущность мужского начала в этом мире. Я не просто про человека говорю, я говорю про мужское начало в этом мире. И с другой стороны, ведь природа сама дошла до того, что мужчина – это расходный материал. И вот пауки, ты знаешь, есть вид пауков, где там после спаливания самка просто от нечего сразу его раз и кончает. Он больше не нужен. Все. Он свою функцию выполнил, пошел в баню. Следующий потом придет. Все. Природа сама нашла, понимаешь, как в любом проекте есть. Как войти в проект и как выйти из проекта. И природа всегда подсказывала нам, находила эти пути. Вот нам, так сказать, дали более безобидный, более привлекательный. Вот через женщину хоть заставить мужика работать. А то же сколько лет Адам в этом саду ни хрена ничего не делал, а? Если у Бога был день за тысячу лет, да, представляешь, тысячу лет безделием заниматься. Ведь ничего не сеять, не убирать, ничего не надо было. Он даже те же яблоки, он мимо них ходил. Поэтому нужна была... Вот я, так сказать, пытаюсь... Твой, ты бросил это яблоко, я пытаюсь с этим яблоком разыграть. Поэтому я говорю, что мы поначалу как человек, а ты хочешь, чтобы человек сам Богом стал. С одной стороны, его все время пугали. Не лезь туда высоко, если хочешь общаться. Есть попы и прочие люди, которые тебе помогут, растолкуй. А сам мог туда не ходить. Сотворец. Сотворец. Потому что бесконечность, вечность, она модель мозга человека. Мозга человека. Вот когда ребенок, когда ребенок естественный, ну, можно сказать, дикий такой, не обученный, необразованный. Захотел плачет, захочет ножкой топнуть, захочет плечом дернуть, захочет смеяться, захочет зевать. А теперь взрослый человек, загруженный, загруженный знаниями, загруженный тем, что надо делать, а не только то, что хочу делать. Кстати, вот этим загружен. Я сказал, как. Вот мы сделаем комнату психологической разгрузки, модель, где вы пять минут в день побудьте ребенком. Делайте, что хотите. Хотите, плачьте, хотите, зевайте, хотите, спите, хотите, смейтесь, хотите, танцуйте, хотите, мнимо рисуйте или колотите начальника. Бой с тенью и так далее. Пять минут в день – это самая суперметодика медитации, которая приводит потом к тому, что человек сбрасывает такое напряжение, выходит в жизнь и уже делает с полными силами то, что надо делать. Там он набирается сил, восстанавливается, становится сильным. Я разделил на две части, как будто в свое время пытался объяснить, что такое нирвана. Как Шри Арубиндо, кстати говоря, новый человек, друга по витру своего учил там целый месяц укрощать ментал. Так и не научил. Так и не научил, кстати, он сам сказал. И по витру написал потом. Будда тоже многих учил выходить на это нулевое состояние безмятежности. Там где-то нет эго, чтобы люди могли восстановиться и самоосознаться. Но многих не научил, поэтому до сих пор кризисы и войны происходят. Вопрос же в чем заключается? Я могу, вот наша школа «Человек будущего» хомофутуруса, за пять минут научить любого человека. Я даю индикатор напряжения, чтобы он сразу измерил свое состояние, чтобы сразу снизил на ноль, вышел, восстановился. И потом он, сохраняя взрослый опыт и ум, и знания, и навыки, которые получил, таким образом на пять минут превращается в комнате психоразгрузки, превращается в ребенка естественного. Когда он сбрасывает эти шоры, восстанавливается, а потом опять выходит, надевает на себя ту шапку тяжелую. И уже ходит и работает, уже с полной силой. Ну вот так я делаю, чтобы людям было понятнее, почему я Шиярубинду вспомнил, почему Нирвану вспомнил, Будды. Еще многие пытались, мне кажется, все нормальные люди хотят каким-то образом найти выход из положения. Как же нам оставаться естественными и в то же время, и в то же время быть взрослыми, ответственными? Как это соединить? Естественность с ответственностью. Я нашел этот путь, поэтому наша школа называется «Человек будущего» хомофутурусского человечности. Ну, хорошо, ты можешь это называть так, я тебя немножко по-другому трактую, я тебя трактую немножко по-другому. Вот возвращаясь опять, лучше всего об этой нулевой точке, да, это буддизм говорит. Индуизм признал ведь буддизм, хотя, ты знаешь, индуизм намного тысячелетий старше, чем буддизм в состоянии нирваны. В индуизме нирвану это чтобы поближе к этой троице богов, да, а в буддизме просто ты вышел сюда, вот и все, ты отвлекаешься от всего мира. Ну, они-то не продолжили учение, ты-то продолжаешь это учение, ты говоришь, в эту точку нужно войти, чтобы потом в другой стресс войти, ведь любое творчество – это стресс. В свой войти, куда ты хочешь. Да, в свой, создать для себя стресс, который тебе нужен. А, тебе нужен, да. Потому что сидеть в этой нирване, ничего хорошего нету, правильно, что ты там палишь, вот, пожалуйста, Адам, ты даже цветом его голубым покрасил, потому что он именно голубой в это время был. Пока ямно, ты его высунули. Просто он еще не просветился. Ну, я тебя так понял, понимаешь, он еще голубой, да. Света, он пробуждается, пробуждается. Ну, ладно, а я тебя современный, ты знаешь, кого мы голубым цветом красим. Поэтому он у тебя здесь и голубой, для него еще не дошло, что он мужик. Это шаблоны мышления сегодняшнего дня, а завтра будут другие шаблоны, например. Согласен, но я, извини, сегодня с тобой живу, я не… Если хочешь, мы с тобой через 2000 лет давай запишем и опять поговорим, что у нас изменилось. Я не против, только да-да, давай ты уж ключ до конца докрути, чтобы 2000 лет прожить, понимаешь? Ну, что, красным сделать, что ли, или какие? Не-не-не-не, все правильно. Я раз тебе сказал менять цвет, я просто тебе сказал, что немножко Еву пособлазнительнее, потому что яблоко, яблоко – это же, опять же, инструмент, через который он должен, наконец, познать женщину. Кубы ей, что ли, покрасивее сделать. А у тебя, видишь, у тебя, как это, ногти более яркие, чем губы. А природа, ты знаешь, почему губы женские тоже сделала красного цвета. Если дальше пойдешь в анатомию… Мужчина глазами смотрит. Ну, ты знаешь, мы же как охотники, мы привыкли все видеть, понимаешь? Для нас главное зрение. Я сделал губы краснее. Вот, а зрение нам помогло глаза открыть. Ева с яблоком. А до этого… Вот, вот, здрево познания добра и зла. Ну, ладно, ты называешь это здрево познания. Познал он женщину. Первое, что познал, наконец, он познал, это женщина. Отсюда все и началось. А до этого он по лесу безмятежно гулял, лежал, справлял свои мужа. Все больше ничем не… Я губы сделаю более красивые, более… Такие, чтобы были, знаешь, да, вот. А глаза… Но не современные. А глаза как? Ну, глаза еще… Ну, ты знаешь, это основное оружие у женщины. Ну, ты знаешь, мне тебе объяснять, да? Это же на повал чем убивают сначала? Глазами, а потом уже тебя разделывают. Он же уже влюбленный, правильно же? Да, подожди, какой влюбленный, если яблоко еще целое? Хаса, как так может быть? Яблоко еще целое, а ты говоришь, он уже влюблен. Но еще… Это же Виагра, я тебе говорю. Пока он ее не употребит, у него ничего не проснется. Это мое представление, а вот… Поэтому у тебя только начало, и ты должен показать, что вот… Ты попробуй, Плот, а потом ты увидишь, какая я прелесть. А то же он даже не осознает, что он же в раю, там все прекрасно и прелестно. Зачем ему еще что-то? Ты говори, говори, я слышу, подожди, я красный цвет принесу. Давай-давай, это одна минута, это буквально секунда, подожди. Сейчас у него губки станут красными, красными. То есть вот, Хасай, смотри, у тебя сейчас по правую руку, вот портреты, по правую руку, смотри, у тебя какие губы у людей. Другие портреты с другой стороны, у тебя у тебя губы яркие. А что ты вот здесь вот ели ее, так сказать, ну не знаю. У какой? Вот у тебя, смотри, все портреты с другой стороны, там губы у всех красные какие, красные губы. Там красные, да. Видишь, у тебя, а тут почему ты сделал вдруг такие вот… Сейчас, сейчас. Ну не знаю, обожди, ты, слушай, я ведь могу быть неверным, это мое осуждение, понимаешь? Сугубо такое, как это, примитивное, понимаешь, сугубо примитивное. О, вот уже заиграла, найди оттенок, найди оттенок, чтобы ма было. Потому что у тебя губы, у тебя вот красные точки уже вот ногти есть покрашенные, видишь? То есть она уже соблазняет его, хотя тогда никакого маникюра не было в этом саду, но она нашла, понимаешь? Да. Яблоко ей змеи принес, а… Вот они как покраситься везде найдут. Вот я о чем говорю, понимаешь? Она уже начала работать творчески, а он еще ходит голубой. Ну слушай… Он еще ничего не познал. Ну вот я его если красным сделаю, это же… Не-не-не-не, оставь его, это все правильно. Вот для меня это говорит, он еще не познал женщину, поэтому он голубой. Он еще не понял всех прелестей, которые ему предлагает Ева. Слушай… Ведь ради этих прелестей он согласился уже спуститься из рая на землю. Надо где-то здесь, о, красненьким немножко сделать, чтобы от света… Ты хочешь сказать, у него загорается желание, да? Да, да. Ну, ладно. Вот так, вот так. Я тебе оставлю, ты знаешь, не торопись. Я один сказал чего-то, понимаешь? Каждый же говорит, у кого что болит, правильно? Поэтому ты посмотри, может, другой кто-то что-то более разумное скажет. Слушай, я тебе одну вещь скажу, интересную. Вот сейчас мой сын будет мне звонить, Олен, он тоже художник, он тоже психолог, я врач и психолог, он психолог. Олена, мы с ним будем говорить о том, как я нашел, как я изобрел, как рисовать хорошие картины. Я ему буду рассказывать, но я тебе кусочек скажу. Дело в том, что я когда-то читал о том, как мой любимый художник написал, ну, просто поцелуй, ну, такую потрясающую картину. И когда его заказчик спросил, как вам удалось такое написать, а то, значит, медальончик дал ему, художнику, и там был портрет этой девушки. Он говорит, я за ней ухаживаю, я ее люблю, она никак на меня не обращает внимания, хотя у этого поясы никто не мог ему отказать, а она ему отказывала. И тогда он дал художнику, нарисую ее как-то, и он нарисовал эту картину, ну, необыкновенная. И потом он повесил, тот повесил у себя дома над кроватью, и когда-то девушка в гости пришла, она там у него и осталась. И они там и жили, и все прочее. И вот он спрашивает этого художника, как тебе удалось? И художник сказал, ты знаешь, когда ты мне показал медальон, я в нее влюбился. Я не ожидал этого. Он говорит, я рисовал, я ее любил. Рисовал предмет своей любви. Понятно. То есть он вложил всю любовь в это. Свою всю любовь вложил в это. Но ты, говорит, не волнуйся, я когда картину нарисовал, я тут же успокоился. Я полностью говорю. Да, я поэтому Олену сейчас буду рассказывать, как я картины рисую. Он любит цветы рисовать. Я ему скажу, я когда рисую, почему... Вот сейчас выставка у меня там идет до 27-го числа. И там все удивляются. Они же мне пишут. Как вам удалось? Да, я читал, да. Как картины рисовать. Прямо, ну, просто удивительные, необыкновенные, целебные. Они мне пишут, и я им очень благодарен. Так я хочу сказать, что Олену хочу тоже сказать. Когда ты рисуешь цветы, они у него очень хорошие. Но они могут быть еще лучше. Если рисуя объект, который ты рисуешь, в этот момент люби. И у тебя руки сами будут делать то, что людям будет нравиться. Они тоже будут любить то, что ты делаешь. В этот момент надо думать не как делать, а любить объект, который ты рисуешь. Вот я их люблю. Я вот не думаю, как правильно, как неправильно. Я их люблю. Потому что у меня есть и афоризм такой. Все хорошо, что сделано с любовью. Ну как? Трудно не согласиться. Поэтому в подтверждение того, что ты только сейчас сказал, самые красивые, удачные, шедевральные работы всех знаменитых художников – это женские портреты. Ты об этом подумал? Это какое вдохновение надо? Ты имеешь в виду художников-мужчин, да? Ну, естественно. Ну, слушай, мы говорим художник первое слово. Потом мы художница, она по-другому пошла. Но мы-то имеем в виду художника. Мы опять к Адаму возвращаемся, понимаешь? Ради кого это? Значит, все-таки Адам не ленивое существо? Так, извини, кто его сделал этим? Опять мы возвращаемся к этому яблоку. Муза, муза, она муза, женщина муза. Ну, ты как хочешь, Моршин. Ты по-рошу-ростошу сказал, богиня. Я согласен с тобой, да. Понимаешь? Потому что по-другому мужика оттолкнуть нельзя. У него природные инстинкты работают. Он на пять минут готов, а потом он опять в горизонтальном положении. Он так всю жизнь и провел. Это я, Типакер. Как же он так провел, если он там открыл Америку, если он территорию... Подожди, а кто его толкал? Извини, Америку поплыли открывать. Сначала в Индию пряности. Женщина говорит, да что ты мне это свои кабанов носишь? Ты приправи к чем-нибудь. Мужик пошел искать специи и вместо Индии приплыл в Америку. А там еще и золото нашел. А кому золото нужно было? Мужику золото не нужно. Оружие из него не то, правильно? А на женщину сколько не вешать, все равно мало. Мужчина-робот-биоисполнитель, да? Вот он исполнил... Да, расходный материал, я говорю. Он во всем расходный материал. Природа так и сделала его. А женщина. А женщина-то богиня. Ну, вот и подумай. Она и думает о том, как дальше продолжать жить, как лучше жить. А мужик-то только исполнитель в этом деле. Вот у нас есть активный участник нашей школы, почетный участник нашей школы, человек будущего, холма футуру, Сорокин Николай, который проводит праздники науки, великие имена, Менделеева там и так далее. Он очень разбирается в одном таком деле, который ты сейчас затронул. Откуда происходит? Там у него кочевники, там не кочевники, там и все прочее. Десятое. Откуда появилась разумная жизнь? Кто ее внес в цивилизацию? И все прочее. Вот тебе с ним надо один раз поговорить. Так, обожди. Давай мы троем поговорим. Ты знаешь, в России только на троих можно нормально поговорить мужикам. Давай, давай. Ты чего, забыл, что ли? А, давай, давай. Значит, я попрошу Николая Сорокина. Ну, давай завтра, послезавтра и поговорим. Я до конца недели занят очень. Все, хорошо. А у тебя выставка. Я и так тебя не хочу отвлекать, понимаю. Тебе надо сейчас, так сказать, руку на пульсе держать. Это уж я просто тебя спросил, а ты мне картину прислал, а я завелся. Видишь, правильно ты сделал. И мы картину сучили, потому что губы подкрасили, она стала более соблазительной. Но ты подумай еще. Вот ты знаешь, там у нее как будто вот слезы вот. С ресницей тут. Извини, что перебил. Да, я тебя слушаю. Я говорю, вот у нас есть формат коллективный разум. Когда мы вместе рисуем все участники нашей школы, они мне в комментах пишут, чтобы подкрасить, чтобы убавить, а у нас это живем получилось. Очень хорошо. Мы мелко нарисовали. Я не специалист, Касай. Ты меня об этом деле не делаешь? У меня есть одна приятельница, которая мне сказала, сделайте ей живее глаза. И я завтра ей буду показывать опять эту картину, и она мне там скажет. Она маленькая девочка, школьница. Мы в интернете с ней общаемся. И она мне подсказывает тоже, как глаза сделать. Я ей покажу сегодняшний наш разговор завтра. Она мне скажет, ну как, ты правильно советовал, неправильно. Вот видишь, уже школьники советы дают. Это очень замечательно. Касай, дорогой, не забывай. Устами младенца глаголит истина. Это мы с тобой немножко испорчены. Ты пытаешься открутить назад, шоры снять. А мы-то все ведь зашорены. Ты это знаешь, как никто, правильно? Так, садись. Поэтому, а младенцы, они еще природные. Они еще чистые, ты понимаешь? А для женщин я нарисовал картину, называется Федорина горя. Видишь, там чайник. Сейчас, подожди. Во-во, чайник, видишь? А, вот это вот чайник виды, да? Глаза какие на чайнике, видишь? Так, дай понять. Федорина, когда все чашки убежали, там все, чайник убежал, там что-то такое. Все женщины знают это, Федорина горя. Я сам, то, что за Федорием горя, я понимаю. Я просто смотрю на женщину. Чайник – это показатель мужику. А она-то правильно, она знает, чего она хочет. А мы чайники мимо проходим. Мы вообще дураки. Ну, если нам понадобилось даже, извини, Еву, и плюс к Еве еще надо было вязву дать, ну, что уж тут говорить-то, ну. Ведь просто на Еву он не среагировал, ты понимаешь? Вязву я не стал рисовать, а Адама она рисовала. Нет, все правильно, я тебе говорю, но я дальше интерпретирую. Я так подхожу вот к этой библейской истории, что именно благодаря, опять же, мужику нужно всегда подзадницу дать, причем сильно. Тогда он готов горы свернуть. А без этого нет, он будет лежать. Инстинкт самосохранения очень развит. А женщина, понимаешь, дает возможность перешагнуть через барьер, и поэтому он идет, погибает, что-то находит, открывает ради нее. Вот все. А вот интересы кризиса и войны, это все из-за женщин? Ну, ты знаешь, это, я здесь по-другому говорю, эффект бабочки. Тебе знакомо такое выражение? В политике мы говорим, эффект бабочки. То есть бабочка где-то там в Африке крылышками махнула, ну, и эффект домино, говорят. А потом это прошло через весь мир и вылилось в такой крупный кризис. А началось с того, что там, ну, здесь то же самое. А если ты брать все Средневековье и начало, опять же, везде женское начало. А вообще, извини, историю возьмем. Мужики перевернули революцию, совершили где-то две тысячи лет назад и стали в агрове этого человеческого общества. А до этого было все нормально, матриархат был. Слушай, ты знаешь, я читал где-то, что когда женщинам дали власть, ведь когда женщины без мужиков, которые имеют некое отличие, поскольку у них и физиология разная, некое отличие, мужики более рациональные, а женщины более эмоциональные. И вот если женщины были бы в Верховном Совете, допустим, это вовсе не значит, что гармония была бы на планете. Это я с тобой полно согласен, не пойдет так. Вот здесь, в Канаде, когда Трудов пришел первый раз к власти, первый раз, 8-7,5 лет назад, он объявил, я, говорит, сделаю свой кабинет пополам, половина мужиков, половина женщин. Сразу понял, ну дурак ты и есть дурак. Извини, пополовин не равняй. Ты мог одну женщину, а она будет мудрее всех остальных. Не в количестве дела. Он же забывает, что 9 женщин за один месяц не родят ребенка. Да, да, да. Он этого не понимает. Да, да. Понимаешь? Да. Дело в том, что общество не готово принять женщину во главе, потому что все абрамические религии против этого. Они эмоциональны. Они эмоциональны. Обожди, без их эмоций мы бы давно сдохли. Понимаешь, в чем дело? Мы бы не... Ты бы что, творил вот такие чудеса? Кто тебе эмоции дает, а? Без их эмоций жизнь была бы серой. А там он пальцем не пошевельнул. Нам в комментах напишут, кто не подписан у нас на Телеграм, подпишитесь на Телеграм, и на Телеграм-платформы подпишитесь там, которые ведет Наталья Ковитама. И на Ютуб подпишитесь, хоть говорят, что Ютуб сейчас... Качается вот так. Ну, я через ВПН смотрю спокойно. Подпишитесь на все наши каналы. Везде есть что-то интересное. Лашид, скажи нашим участникам нашей школы «Человек будущего Homo Futurus» заключительное слово. Ну, ты меня прямо как и на поминку, что ли, я должен заключительное слово сказать. Ты даешь тоже мне заключительное слово. Ты можешь только сказать, это твоя школа. Я могу только что-то сбоку подсказать, шепнуть. Начало и конец, это за тобой, извини. Твоя школа. А что я хочу сказать? Я бы сказал твоим ученикам в школе и тем, кто без школы просто. Ребята, посмотрите, вот на неделю назад Хасай дал вам ультраключ. Работает. Я сейчас не нарадуюсь, пользуюсь им по несколько раз на дню. То есть, что бы ни случилось, включите его две секунды. Даже не надо пять минут тратить на гимнастику его. Две секунды, и вы переворачиваетесь, и у вас стресс работает в нужном вам направлении. Так что я хотел пожелать нашей мессии, чтобы он еще таких ключей нам в дюжину припас. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо. До встречи. Ну давай, до встречи. Если что, извиняй. Да ну что ты, ну что ты. Губы-то. Успехов тебе в женском деле. Я не словами только питаюсь, а я смотрю на результат. Вот наше общение получилось с энергетическим. Результат есть. Видишь, губы стали какие. Теперь не один я влюблен в эту картину. Теперь все будут влюблены. Ну так... До связи. По-моему, ты нас в этом направлении толкаешь всех. Да, до связи. Спасибо, дорогой. Давай, всех благ тебе. Будь здоров. Да, у нас не последняя встреча. Надеюсь. Ты обещал, что мы на троих соберемся. Давай, на троих соберемся. С Сорокином, давай. Ну давай, счастливо тебе. Так. Сейчас я смотрю, где тут у нас пауза. Ну давай. С Сорокином. Ну. Сорокином.